добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут гаценко андрей рассмотрим текущую рыночную ситуацию и на эту неделю сегодня вторник я начал со вторника потому что понедельник у нас не было ничего интересного по сигналам и торговым идеям и так хочу напомнить что на этой неделе сильные новости будут у нас по доллару то что мне наиболее интересно в среду вечером 22.00 публикация протокола фонг соответственно будьте внимательны в это время в четверг в четверг обратите внимание в сша день благодарения то есть праздник принципе это праздничная неделя и в пятницу в сша черная пятница ранее закрытие в 13.00 это очень важно дальше по рынку так по рынку сейчас не интересует два инструмента это золото и евро доллар значит по золоту на дневном таймфрейме мы видим поглощение и скажем так начинается реализовываться наш старый план по недельному пробою уровня 1261 доллар за унцию вчера было поглощение это нулевой бар не считается это воскресенье так показывается соответственно цель на вот этот уровень уже принципе по золоту осталось порядка там 220 пунктов рекомендую посмотреть шарты откатные американские плотности в принципе они все здесь да можно искать их и на sb pro найдете тут же находится уровень поддержки сопротивления ну вот от пятничного от этого уровня соответственно можно поработать в шарты с первой целью пробой минимума вчерашнего дня и второй целью уже пробой недельного минимума в принципе по евро доллару та же ситуация но только очень четко выраженная явная граница по лаям вчерашнего дня четкая площадка сейчас даже на на часе сейчас 144 формируется пен бар подрезал стопы откатил от американской плотности и я считаю что ну порядка там 20 пунктов до него да но важно смог посмотреть истинный либо ложным будет пробой этого уровня но он будет большой вероятностью соответственно нужно будет поддержать сделочку с пролонгации на нападение я напомню что в германии сейчас политический кризис если вы знаете да ангела меркель не набрала большинство своих политических оппонентов друзей вот то есть у них там все плохо соответственно я считаю что еврик на этом фоне не должен как минимум расти вот и движение вниз можно поймать на несколько десятков либо соточку пунктов но внимательно следить за вот этим уровнем который может пробить либо истинно либо ложно я думаю это произойдет сегодня и мы это увидим уже с вами в моменте принципе вот эти две идеи по золоту пен бар в нисходящей тенденции не по евро с конечно крупная цель у нас внизу но он важно следить за уровнем который текущий сегодня будет скорее всего пробит вот соответственно открывает потенциал уже более серьезный по еврику вот но об этом пока рано говорить надо последить за тем что как будет падать площадка которая сейчас самая ближняя потому что еще быки которые находятся в этой ветке они могут воспринять ложный пробой как триггер на продолжение роста и могут активизироваться поэтому первая цель это следим и мы принимаем решение соответственно по золоту в принципе все в корреляции с баксом очень крупное черопадение было поглотили полностью бычий день гигантские объемы чистейшее поглощение объемное причем без новостной я имею ввиду какие-то ключевые популярные новости поэтому я считаю что бакс перешел наступление нужно работать в его сторону принципе на этом все всем хорошей торговли до